Дорогие ребята, на долю моего поколения выпали немало испытания. И в числе этих трудных, жестоких, я бы сказал, испытаний была коллективизация сельского хозяйства. Представьте себе, нас посылали агитировать наиболее упрямых крестьян, особенно среднего достатка, которые упорствовали, не хотели записываться в колхоз. Агитаторы же, признаюсь вам, из нас получались не шибко искусны. Случалось и так, что получали подзатыльники. Было и такое. Но были и величайшие радости, когда закоренелые упрямцы неожиданно для нас вытаскивали из-за образов заявлений и подавали в колхоз. Мы бежали в правление. Как раз к нам только что приехал 25-тысячник Зелинский. Бежали сообщить ему о нашей победе. Мы росли в трудное время. У советской власти в ту пору не было возможности ни как следует нас обуть, одеть, даже достанок кормить. И тем не менее мы были счастливы. Счастливы верой в революцию, ее праведность. За короткий отрезок времени советская власть, революция, Ленин, партии воздвигли в наших душах такую нравственную крепость, о которую разбилось гитлеровское нашествие. Да, это были поистине трудные годы. Все было сложно. Порой страшно все это происходило. Но мы выстояли. А сейчас я думаю вот о чем. Ну, не обо всех вас я так думаю, но какая-то часть из вас сейчас немножко присыщена. А человек присыщенный заболевает тяжким недугом. Запомните это, ребята. Он заболевает безразличием ко всему на свете, кроме самого себя. Вот, скажем, голодного можно накормить, разутого обуть, раз этого одеть. А что ты сделаешь с равнодушным, который не восприимчив ни к чему, его излечить трудно. Бойтесь этого недуга. Жить будет неинтересно. Если ваши родители накупят вам полон дом игрушек, от пола до потолка, не думайте, что вы сделаетесь богаче душой. Я, разумеется, не хочу, чтобы вы повторили наше трудное детство. Но хочу, чтобы вы ценили то, что сделано до вас. Ребята, почаще задавайте вопросы о том, что было раньше. Спрашивайте ваших пап и мам о том, как они жили, какими они были. Ведь это так необходимо, знать, что было до вас, думать о том, что будет после. Только тогда вы и сможете оценить по-настоящему, что есть сейчас, что вас окружает. Ребятки, ребятки, вставайте. Сань, ты ведь теперь за старшего. Опять нету его, нечистого. Кого? Отца. С мельником чай гуляет у селянихи. Лихоманка его возьми. Пойдемте с пугнем, может, а? Мишка! Мать зовет. А чего это? Вставай! Да тише, тише вы. Старший-то на курсах пропал. Ой, вы бы не так шибко-то, ребятишки. Не успеешь за вами. Санька, а чего он усилянься-то, а? Гуляет, чего? Ой, ребятишки, дух-то дайте перевести. Тобой веди, сердчишко-то разорвется. Стыдно-то как. Ой. Пришли уже. Вон, окно горит. Мишка, ну-ка, подсоби. Подсоби. Давай. Подлежу. Давай. Кто там? Он, Энт, сынок. Это его голосок-то. Точно. Он. Имельник там. Уж не знаю, как. Покликать, что ли. Стыдок-то, а? На всю деревню. А может, свистнуть, а? Я им сейчас свистну. Стой тут с матерью. И тихо. Понял? А гриб-кид у тебя знатный, веселяненький. А не шуми-то берет спелым рот. Кого? Кого? Маманька, бежим. Ой, сгубил, сгубил отца такаянный. Его возьми, а? Пропали, пропали теперь. Ну, шмякнулись. Попадали со страха на пол. Мам, а селянька-то, как завопит. Да что ты наделал-то, Ира? В отца от камень. Идет я виноватый. А я, прости меня, грешеный. Ну, чего ты, мамка? Ничего с ним не будет. Хоть разок и попугать надо. Не видим, разве как ты убиваешься-то? Ох, дедушки мои, простите меня. Это я дурая. Мама, не надо. Мать, ну... Ну, ладно, тихо, тихо. Ой, и старшенький-то на курсах пропал. Моя старушка. Прах тебя возьми. Ой, господи, Миколай. Да и дешит тебе так-то. А то вроде не знаешь и где. Ну, сядешь за стол-то, Аль Сейд. Прости меня, отец. Дьявол знать попутал. Бог простит. Твоя, Санек, работа? Что, отца-то убить захотел? От тебя и следоват. Вот как хорошо. Ну-ну, спасибо, сынок, спасибо. Здрасте, люди добрые. Миколай, я к тебе. Ой, добрым здоровья, Карл. Заходи, заходи. Садись. Чего тебе, Катунов? О, а кто тебя, Энтактак, пощупал? А тебе не все равно. Чего надо-то? А вот чего. Ноги моей в вашей конторе не будет. Посылай за мной хоть тысячу своих помощников. Да нечем мне платить, нечем. Вот теперь имею дело с моей маланей. Она вам покажет недоимки. У ей язычок под страшней кобелиных клыков. Я-то уж Энта хорошо знаю. Вот так. Прочевай. Будь здоров. Ох, паря, постыдился бы детей-то. Стыдомушка-то какая, а. Многодетный мужик гуляет. Эх, за что же мне такое наказать? Ну, мой. Мать. Мать. А стиля не ходит усмельником, я убью. Вот чего. Ой, да что ты, что ты, сыночка. Разве можно так, что ты? Идите-ка вот на улицу, Санечка. Возьми его. Да и дай, да пошли. Все, идите, ребята. Идите, идите. Ребятишки-то. Ишь ты. Да. Эх ты, страдание ты мое. Ну, ладно. Ладно, мать. Ну, пошли, что ли. Иду. Убить его мало. Чего несешь? А то вот треснует. А не так. Не видишь, что ли? Жалеет отца мама-то. Любит, то есть. Ладно, ступай. Вон и Тверсков к тебе идет. Мишка! Ой, тут такое дело. Кот, то есть Иван Павлович, а гид бригады сколачивает. Чего? Бригады? Ага. Пионерские. Сельсовет просил его помочь сагитировать особо упрямых мужиков в колхоз вступить. Ну, задание такое дал. Идти по дворам и провести работу. А Ванька Жуков? Ванька? Ваньку Наумов с Гринькой Музыкиным и с Рубцовым свел. Педагоги как, говорит. То есть, то дрались, а то вместе был за дело, пускай и отвечают. Будет Гринька с Ванькой ходить. Он еще ему даст. Ага. Они уже к Соловью пошли. Как-как? Алия слышался. Никак вас наладили мужиков за колхоз колготить. Угу. Дела. Да ты чего? Дядю Яшу мы сагитируем, увидишь. Дедка мой двоюродный. Неужели не поймет? А кобеля ты не боись, он меня знает. Запросто во двор захожу. А потом к твоему отцу, Янька, пойдем. Слышишь, Рубцов? Слышу. Да нет, нет, нет. Не признал тебя, что ли, Гринь? Шарик, 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 шаруня, шаруня. Аль не признал, шарик. Да это я, Гринька, шарик. Ах, варбошина паршивая. Умолок лишь какая-нибудь, аль нет. Вот сейчас, вот сейчас возьму палку, да уменек. А видал, знает, что такое кол. Шарик, шарунка. Отворяй калитку-то, пошли. А ну, Осень, не пойду я, боюсь. Без меня идите. Уйди-то. Ну, не а что? Ну, зачем пожаловали? Мы, мы, дядяш, мы... Да не мычи, не теленок, чай. Говори, зачем? Ну, вот что. Все уже записались в колхоз. Ах, ты соблёк. Дядька, Яковл, ты что, за что бьёшь-то? Колхоз, я тебе дам колхоз. Шарик! Ну, что? За что? За что? Дядька, я... Эх, перебьющеня. Борж от моего дома. Не то возьму сейчас, милый. Бежим! 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 Ладно, Гринь. Ну, мужики побаиваются. Да не хнычь ты. Подожгу. Подожгу и всё. Ты что, тюмин? С полёту видишь. Соберёмся в одну артель. Снесём туда своё добро. А такие, как Яшка Конкин, всё как есть простоще. Эх, капитан, пущай, тащим. Лишь бы не воровали. Да помолчите. Вон из президиума. Уполномоченный что-то на нас возрился. Должно мешаем. Знаю, мы мешаем. А как же? Товарищ Хохлов. Да. Николай, кажется. Вы что-то спросить хотели? Мне, товарищ Воронин, вот что покоя не даёт. Ну-ну. Колхоз. С кем его поднимать? Ведь энти молодцы, что заявление подали все, как есть беднота. Запоём мы с такими колхозничками Лазаря. Колхоз исключительно для бедняков и создаётся, товарищ Николай. Это понимать надо. А вы недооцениваете. А нет. Вот. Егорка Ефремов заявление подал и Тимофей Тарасов по кулачу. А это Одиноков, землемер бывший. Ну, у него, кроме Орманова, ничего и нет. Да. Давайте начинать. Товарищ Спиридонов. Вот что я скажу, мужики. Колхоз – дело доброе, нужное. Советская власть о жизни вашей думает. Крепко думает. А кто ещё не решается, для тех присказка. Видали, верно, как глупый телёнок упирается, когда хозяйка выводит его на лужок с сочной травкой? Вот многие этих телят и напоминают. За свою худобу держатся. А что в этой жизни у вас было? Да ничего. Вас к свету, к добру поворачивают. А вы всё никак. А не подавимся мы той травкой с передо ночи. И сперва спробуй ту травку сам, а мы уж потом. Кто это подал голос? Вот выходь сюды и калякай. Нечего за чужие спины прятаться, ежели такой умный. Ищи ветру в поле. Он какой кричал, уже сгинул в темноте. Ничего. Сыщем. Найдём. А ведь верно, баец Передонов, к светлой жизни зовёт советская власть, а мы сумлеваем с чего-нибудь. Эй! Уж Передонов, бери мою бумагу. Вступаю всей семьей. Глянь, я в рамках Сергеев пошёл. А ну, а ну, постой, Сергеев, постой. По что? По что же? Ты за каким чёртом купил третьего дня ещё одного верблюда? Одному-то Бухарову во дворе скучно. Вот и прикупил ему напарника. А что? Разве колхозу будет хуже, если я приведу на общий двор сразу двух верблюда? А сколько горбов у твоего нового-то, Кузьмич? Этот двугодный. Ну и дуралей ты, овражка. Купил бы ещё одного горбова, глядишь бы, приняли в колхоз. Скажи, не могу. Два горба, два горба куда не шло, а три, да плюс твой собственный, это уже перебор, овражка. За четыре горба тебе мило, как улачить и отправить куда следовать. На соловки или ещё подавить. это кто кто там опять? Ты что ли, Жуков? Не та история, чтоб смеяться. Неверно молчал бы, балабол. Как бы сам не уходил за свои глупые вещи. А ну и дай сказать. Вот, вот, выходь сюда и говори. А ну тихо! Жуков моя фамилия, товарищ уполномоченный. А по уличному Жучкин. Ну, говорите, говорите. Мы слушаем. А что тут говорить? Вот не пущаете вы овражку Сергеева, потому как двух верблюдов имеет, он для вас кулак. Кулак и есть, да только потому, как спит на кулаке. до подушки ему не дотянуться. Неколей. С темна до темна ургучит. Более десятка ртов. Накорми такую ораву. Тут не только что трех, десяти верблюжих корбов не хватит. А вот кого следовать окулачить, то это секретаря вашего. стравил волкам молодую рысачку, чтоб не отдавать в колхоз. А теперь ищи в президиуме сидит. Григорь, клевета это, форменная клевета. Я это в протокол собрания занесу. А носи, заноси, не больно я тебе испужался. Тарюху, кобылу-то свою паршивую, ты, конечно, тело привел на общий двор с радостью, но далеко она не ускачешь, она и деду ничею ровесница. Крой, крись, крой! Словом, словом, так, ежели Николай Хохлов, то есть, будет в колхозе, то я не в жизни подам заявление. То и не подавай, что ты? Живи, живи. Я с ним в одной артели не хочу быть. Вот и весь сказан. Нет, не весь. Хочу спросить вас, дорогие начальники, а почему он-то в списке для раскулачивания нету старшего Хохлова? Где это Михаила, церковного старости? Где ты работаешь? Да как тебе не стыдно, Григорий, чего ты говоришь? Совесть у тебя есть? Значит, я не по совести, а? прекратить перепалку. Эх, Николай, говорил я тебе, что это ваша ссора не доведет до добра. А ну, тише! Тише, товарищи! Господи, что ж теперь будет-то? Будя, Ефросинья, без тебя тошно. Ой, где ж Николай-то? Да вот он сам и идет. Здорово, батя. Здравствуй. И ты, Пашка? Здорово. Передал отцу-то разговор с председателем. Как? Передал. Что как? Он сам тут сидит, его и спроси. Дело, говорит, мое. Личное. Что же, батя, не понимаете ничего? Да погоди. Вон, Петр-то плох. Я думаю, можно и вправду в милицию Завгороднего вызвать. От Жучкиных любой напасти жди. Ну, хорошо, посадят Гришку. И что? Его щенки-то же мстить за отца начнут. Их-то не упрячешь за решетку несовершеннолетних-то. Да. Ну, и как же быть? Не знаешь, что Энта Джучкин, понимаешь, там на собрании сейчас скрыл? Коллективизация началась, батя. А на ее основе ликвидация кулачества как класса и других элементов. Чуешь? Да разимы кулаки. Ты же церковный староста? Вопрос серьезный. Есть процент ликвидируемых? Село большое, раскулаченных маловато. Значит, надо увеличить компанию. Тут твои религиозные затеи и на меня. Вон, понимаешь, Жучкин кричит, будто я жеребенка нарочно волкам скормил, чтобы в колхоз его не отдавать. А ты думаешь, кто подстроил-то? Они же Жучкины. Кто-то подкрался и открыл ворота. Да ждетесь, они ищи не то створят. О чем ты, Паш? Чего ты предлагаешь? А пойти всем нам и для начала пощупать им ребра. Вот что. О, нашел. Пощупать ребра. Бородич то вон взрастил, а умом позабыл знать обзавестись. Эх, батя, а куда податься-то? Что теперь без лошади делать? Как жить-то? Да, не уберегли рысачку, не уберегли. Да это я забыла ворота затворить, я. Что? Так это ты? Батя. Ты ворота-то значит не затворил. Отец! Отец, помнись! Николай, Николай, Николай. Не смей убью, калитраешь. А наша чертова дочь ведь ворота-то оставила. Посидела кто когда шла. Дедуля, миленький, я, я виновата. Боялась сказать-то. Ну, 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 что ж теперь делать? Да и твоя вина. жизнь у нас такая бедняцкая. Конечно, крестьянину без лошади ты. Так что ж теперь делать-то? Не вернешь? Ну, 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 ну. О, деда, все скажу. Ась, что, милая? Дядька-то соловей, он гриньку-то как? Ты чего, деда, а ли плачешь? Да как же, как же? Я слыхал, слыхал, мишанька. Ты чего? Плачешь ведь, дедуня. Я же вижу. Ох, внучка, плачу. А случилось чего, деда? Жалко мне, мишанька. Майку, рысачку нашу жалко, волки-то которую Настю мне жалко, папанька на нее ругался, да и папаньку жалко. Ух, нелегко ему, мишанька, да и я старой стал слабой, и себя жалко, мишанька. Вот от того и плачу. Ну ничего. Мы еще, знаешь, мы еще может и наладится все еще, а, мишанька. Ух ты! Гляди, пыли-то, пыли-то за ним. Ух ты! Сладишь и пыли-то, да что это? Что это? Трахтуры, фур, они партзоны, они называются честные пионерские. да вон, на макушке читай, партзоны, тракторы. Бабоньки, фармазоны. Фармазоны. Ой, бабоньки, конец, свет. Григорий, Григорий, подсюди. прихожан. пыли-то, подсюди скорее. Ну, ты, говорят, чудище, глянь, с глазами, что ли, стеклянными, вот и икони, кто твои, лави, и леди. А кто это там, а? Гля, одни зубы оскаленные. И как Ленька Хаблов. Он, он, черен как черт. Мазути, не знаю, что ли. А я думал, чего это его все не видать, Леньки-те. А он вон и везде, глянь, глянь. Вот как сейчас выползут эти два трескуна Анаполя и зачнут перепативать все межи подряд. Днем с огнем не сычешь своей глянки. Ну это ты в самую точку попал, Славей. Для тебя хуже и быть ничего не могло. Как это? А что, не знаешь, это мне колхознику горюшка мало, но плевать на те межи. Тому как-то теперь все общее, понял, дурная башка. Леня, Ленька! Мишка! Мишка! Ай, Ленька! Здорово, Мишка! Здорово! Ну, что хочешь порулить? Что, я? Я трактором! Ну, лезь, лезь, вот так! Ну, бери, бери руль, что! Бери! Эй, меня-то сиденьем не столкни, пара! Ура, Лень! Ура, Лень! Эй, по-моему, ты постыдишь! Ты! Лень! А Лень! А где будете трактор-то держать? На ночь где поставить и общего двора колхозного, да? Нет! А, у сельсовета! Не, Миш! Возле нашего дома поставим! Там и будут стоять! Ух ты! Охранять-то! Охранять их надо! Мало ничего! Надо? А то как-то! Остачат по гайкам, один соловей чего стоит! Ну, нет! Мы, мы, знаешь, чё, пионерский пикет выставим! Понял? Понял! Годица! Что? Означает тебя главным! На твою ответственность! Ух ты! Я, значит, Мишу Двискову возьму, Рудцову Яньку, Гришку, а Ванька пускай теперь чё, завидует! Пусть только подойдёт! А Ванька-то где? Ванька! А вон он! Эй, Ванька! Смотри! Эй, молодец! Обалдел твой, Ванька! Это всё надо поглядеть, как он в работе, тот трактор! Слышь-ка, говорят, что в нём в каждом 10, аль-12, что лошадей упрятаны! Мы же единых сил, дури! Я там самоваре-то! Цельный лошадиный косяк! Слышь! Хе-хе! Фу! А ванищи-то всю землю нефти-то своей пропитает! Так на ней не то что хлеб, а рябей не уродится! Попомните моё слово! Ладно, Яков! Гляди! Гляди! Новый председатель Воронин бежит, руками размахивает! Спиридонова-то за послабление убрали, а этот самим тельтайки! Вот она! Вот она, топлятная агитация! Товарищи! Вот они, родненькие, вот! Вот как советская власть для крестьянина-то, а! Леонид, правь! На выход! Первую борозду! Первую борозду, говорю! Плати! Есть проложить, товарищ Паранин! Товарищ Наук, оркестр давай, чтоб с музыкой! Заграничные, странные! Я знаю, маль, не российские, американские, говорят! На тебе, Боже, чего нам не гоже! А стоят, мужики, ох, говорят, всего дорого! А ты, Соловей, не замай, тебе всё хайд! А нынче, ты слышишь, он в Питере! Да здесь, на Волке, заводы строят! Свои трав туры пудут! Нет, вон, жили, не тужили! Как хотите, а я и так проживу! Глебушку сам выращу, а надёжку жена холсты надёжу! Ой-ой-ой, Соловей, ну и брехать здоров! Тогда дай топор, мотыгу, пужок! Зачем они тебе в твоём хозяйстве? Ей, ежели без города проживёшь! Лопата или плуг, они, конечно, и дело нужное! Кто ж тут в коре? Я не об том толкую! Товарищи! Товарищи! Вот она, новая наша жизнь! Первая борозда! Первая борозда во всей своей наглядности! Стальной конь вас отрывает от цехи, даст вам силу, знатность и богатство! Теперь вы сами убедитесь, какое преимущество несёт нам колхозная техника! Товарищи, готовы? Хохлов и Жуков Встаньте! Объясните, что опять за драка вчера была? Так, смолчите! Музыкин! Ну-ка, ну-ка! О, оп! Это откуда ж такое синячище? Встань, встань! Кокрик, что ли, упал? Нет, нет, нет! Иван Калыч, Музыкин не виноват! Это Ванька на трактор полез и крутить, и крутить! Ну, а Миша, они... Ну, а Гринька, Музыкин, он только разнимал! Погоди, Тверсков, я тебя не спрашивал! Пускай сами скажут! Ну, а ты молчишь, Тверсков, а ты молчишь, Тверсков! Ясно! Сознаться не кулаками махать! Что ж, будете наказаны! Объявляем вам бойкот! Бойкот? Какой бойкот? Иван Павлович, а как это? Что такое? Что такое бойкот? Это моральное порицание. Отныне они для нас не существуют. Нет их в классе, и всё. Ясно? Вот это да! Пропал! Значит, я и уроков могу не учить? Можете учить, а можете не учить. Только отметок у вас не будет. Как? Ответите, музыка, мне тебя в классе не мешает. Бойкот! Ну-с, ребята, а теперь слушайте новость. Для нас начинают строить новую школу. Ура! Тихо, ребята, тихо. У нас будет ШКМ. Ну-те-с, расшифруйте-ка эти три буквы. Кто первый? Я ж могу! А тебя Жуков вообще не спрашивает. Вот именно, мнение Жукова нас не интересует. Что ж, начнём с буквы Ш. Ну, что она означает? Школа! Ну, разумеется, школа. Затем буква К. А? Скажите, чем занимаются ваши родители? В общем, работают сирию сирию сирию. Да мало ли что. А перед тем, как сеять, что делают? Квашки. Верно. Землепашцы, стал быть. Да. А как ещё называют землепашцев? Крестьяне. Крестьяне. Так, остаётся буква М. Означает она слово молодёжная. Итак, что получается? Школа крестьянской молодёжной. Правильно. Бойко! Да у тебя, Бойко, ты помолчи вообще, тебя нету. Ребята, это первая сельская школа-семилетка в нашем районе. Ух ты! Начнут её строить после окончания полевых работ. А пока к нам приехали специалисты определить, где и как будут её строить. О, Иван Павлович! И этот самый прораб какой-то приехал. Буратов. Усы у него. Вот. Весёлый. Говорят, я великий прораб. Не русский, что ли? Он шкавказ, что он говорит? Такс-такс. Но бойко, дорогие товарищи, бойко. Бойко, 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 бойко. Тихо, тихо, ребята, тихо. Здорово будете, граждане! Не позабыли охотник-то, а? Здорово, дядь Сергей! Мамка, дядь Сергей пришёл! Здоров, здоров, Андреич! Он, капканы-то, никак на промысел собрался. Опять, значит, души живые губить. Ох, дядь, скажешь, что ж души, какие такие души! Ну-ка, фросинья, запали-ка самовар, а зябшу человека порадовать. А что на дворе-то захолодало? Ну, сейчас, сейчас. У нас самовар-то как раз сейчас и поспеет. А, дядь Сергей, а, дядь Сергей, ты чё, на волков, да? И как это ты прям удивляюсь. К примеру, вот по каким таким признакам ты на волков выходишь? Ну, к слову сказать, волка сподручнее брать после святков. А почему? Почему? К той поре волчьи свадьбы отыграются. И отощавшие звери, значит, к жилью. Вот и смекай, самое время. А, да и понятно. А капкан-то? Да, вот капкан-то как? Нюх, капканы, это, брат, необъяснимо. О, как тут? Это нюх, нюх, чтобы место установить особое чутьё надо, как у того же волка. О, ну-ка. О, благодать, спасибо, спасибо. Горяченькова. О, успей на здоровье. Ну, ну, ну. Ну, а как это, значит, место определил и ставь, да ежели оторвёт зверюга один капкан, а селут у него, мать небесная, чтоб тут же, значит, в другой угодил. Их ты! Одно мне не нравится, Серёга. Вот и возьмёшь ты зверя, иду измываться, по селу таскать. А для чего? А для чего, чудак? А для удали? А то как же. Да, палку-то, значит, в пасть верёвками, раз, и любо-дорого, страшись, народ. А, узнаёшь, мол, старого знакомца. Ведь это он твоего бычка-то подвалил. Да, да. А как же, постращать, повеселить, а то как же, вот так вот-то. Ну, пора. Благодарствуй, фразинья. Ну, нет. Благодарствуй. Ну, 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 что ты, не за что. Заступник ты наш. Ох ты, заступник. Ой, это чё такое-то? Не как гумно горят. Деда. А, пожалуй. А, пожалуй, отец, что же это? Да, на малых гуннах горит. Ох, как полыхает. Полыхает на малых. Уж не сын киллеры с кулачных стараются. Может и так. Ой, и что же за времена-то приспели? Уж не перед страшным ли судом? Да, горит, рассея матушка. Ой, кого там ещё несёт-то? Ой. Кто там? А, Миколай, дома. Я Энта. Овражка. Ну, что там ещё? Овражка Сергеев, к тебе. Здравствуй, фразинья. Здорово. Ваши здесь спят. Да ничего. Выручай. Миколай. Миколай Михайлович, на тебя одна надёжа. Беда у меня. Я в списки попал. Воронин вывесел. Был, выходит, поевод, подпевалый кулацким. Спроволь, какую не то справку. Без бумаги не уедешь. Выручай, милый. Я век, век не забуду. Ведь вычлют, сошлют. Ах, беда мне с вами. Думаешь, ты первый с таким делом-то? Пятый? Будьте, отец. Напиши. У него и дети, мало-мало меньше. Ну, куда он с Еми в эту среднюю-то Азию? Жёнка твоя правду говорит. Я на колени встану. Ладно, семь бед, один ответ. На, держи. Как же, как же мне ублагодарить тебя? Да ничего не надо, Авраам. Прячь бумагу подали и уматывай поскорей, чтобы никто не приметил. С верблюдами-то как будешь? У меня они на дворе. Я было повёл их, двореев, на общий двор. Да лошадей они ведь переполошили. Ну, прощай. Хуторами уходи, а то не ровён час и тебя, и меня сгробастают. Дуй, милок. Спасибо, спасибо тебе, милый. Я век не забуду. Прощай, прощения. Прощай. Ну, как, Музыкин? Будешь говорить или нет? Здравствуй, товарищ Хохлов. Добрый день, весёлый час, товарищ Воронин. Да какой там весёлый. Вон, не признаётся стервец. Ты поджёг ригу. Ты поджёг ригу. Знамы сумасшедший. А то как же. Про то он всё село говорит. Ух ты, шельмец. Зря ты, Воронин. Одного соловья, что ли, рига-то сгорела. Ты это... А в чём? Музыкин? Ну? Ладно, можешь идти. Свободен, говорю. Пока свободен. Так вон как ты настроен, Николай Михайлович. А где сводка по займам? Готово. Ждёт твоей подписи. А по налогам? Послушай, Воронин, кто тебе дал право орать? Отвечай по существу. Почему не готова сводка по налогообложению? А их ещё надо собрать, налоги-то. А там и рапортовать. Лучше подумай, как люди зимовать будут. Хлеб-то до пылинки забрали. На трудодни-то ни грамма не оставили. Песенка твоя чужая, кулацкая. Будь их власть, с голоду бы поморили рабочий класс. Ни прогресса, ни тракторного, ни магнитки не построили бы. А ты за рабочих-то не распинайся. Они-то понимают, что это такое поморить пахаря кормильца. Во! Кормилец. Слыхали уже такое, слыхали? От соловья, заклятого единоличника. Но тот в сельсовете не сидит. Нет, зря мы не поверили Жукову. Он, видать, правду о тебе говорил. А ты его вызови. Может, он и сознается, что наговаривал на меня. Ну, разбирайся уж без меня. В бега собрался? А ты думал, за твою штанину держаться буду? Нет, дорогой председатель. Забирай, Энти, свои сводки и командуй сам. Ничего. От советской власти не убежишь. А я и не собираюсь от нее бегать. Она мне чай не чужая. А вот от таких, как ты, удеру с привелительным удовольствием. Высоко, высоко, и да, ой, да, далеко. Деда, чё скажу? На, что, милая? Скоро школу новую зачнут строить. О, на. Деда. А какую сегодня в классе новую книжку читали? Ну, все вот как про нас, Шолохова, писателя. Да, Мишенька. Книгачей ты мой, видать и ты улететь навостришься. Да, отец-то вон улетел. И сестра в горд гдов укатила, к дяде Павлу. И Ленька, брат, в Катеринвку перевелся. Вот, разлетаются все из гнезда-то. Вот какие дела, сынок. Не знаю, увижу ли теперь чё отца-то. Дождусь ли. Да я ли то немало, слезы да ронила. С поголубку, с поголубчике, с поголубчике своё. Приспело время вступить и мне, автору, в это повествование. С той памятной ночи, как Авраам Сергеев побывал у нас в доме, след его пропал на многие годы. Для меня он открылся совершенно неожиданно, лишь в начале 50-х годов. Однажды в дверь моей московской квартиры кто-то настойчиво постучал. А минуту и позже передо мной стоял крепенький, как старый дубок, дедушка с живыми, насмешливыми глазами, полными свежего, нерастраченного интереса ко всему, что попадало на эти глаза, в том числе и ко мне, грешному. Не признаёшь? Ну, это понятно. Ничего, сейчас я докажу. Пусти, что ли, в гости-то? А, да, да, конечно, прошу. У вас что, дело какое? Дело, дело. Стой, а верблюда, бухара моего, не помнишь? Бухара? Так вы? Да как же, помню, очень даже хорошо. Он ещё нас, ребят, из их бывало. Ну, ну, меня Авраамом зовут, помнишь, небось? Вот. Видишь бумагу-то? Узнаёшь подчерк своего отца? Она моя спасительница. Я всё помню, Авраам Кузьмич, всё. А вы? Живой. Целёханек. Мы тогда-то сюда, в Москву, и осели. Ребятишек шестеро. Все мужики, сыновья. Ну, а по одному, по одному пристроились на завод. Жили, правда, тесно. Ну, полегоньку, полегоньку. Старший комнату получил. За ним другой, третий. Всё, всё, ничего. Ну, тут война. Эх, милый. Четверо-то моих на разных фронтах, великую и отечественную, погибли. Двое, слава богу, возвернулись живыми, невредимыми. Он работает на заводе. А я-то уж на пенсии. Старуха, она молодец, жива, живёхонька. Возимся с внуками. Рад, рад за вас, Авраам Кузьмич. Да. А всё ведь папанька твой благодетель. Он помог. Как с ним потом-то? Я вот не слыхал, не знаю. К маме он больше не вернулся. Расстались они. Был у нас, кажется, через полгода. Голод уже на Волге начался. Признаться, я и теперь ещё пытаюсь уразуметь её пришествие. Отец привёз кое-что для подмоги. Дедушка Михаила к тому времени помер. Ослабел очень. Детишкам всё отдавал. Мама туда и велела мне. Уезжай с отцом, и всё. А ещё, думаю, хотела проверить, один он там, на новом месте. Или... Я и поехал. И увидел. Горько мне стало за маму, за всех нас. Я и сбежал. Я и сбежал. Ну да, ну да. Новую семью завёл. Её Авраам Кузьмич. Завёл. Отец верхом на лошади, на дороге догнал меня, встал на колени, заплакал. Прости, говорит, сынок, меня. Пойми. Тут мы и расстались. Немного погодя, узнали, судили отца за эти вот справки. Ну, это... Конечно. Ах, 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 Николай Голубь-то мой. Ах, ах. И дальше-то ничего. Не писал, не объявлялся. Да кому и писать-то. Мама после этого известия сразу сдала. Саньку призвали в армию. А я, мальчишка, остался один в пустой избе. Сам себя кормил, одевал, обувал как мог. О, как он, как он, как он. А помнишь такого Якова Крутякова? Э, да где тебе помнить? Совсем мал был. Что ты думаешь? Живёхонек Яшка Крутяков. Председательствует в колхозе-миллионере. И где-то под Алматой. Ага. А арендатор мельницы Кауфмана, помните? О самом-то не слыхал. А вот сынок его, твой ровесник, крупный инженер. Он же в Сибири. Проговорили мы с Авраамом до утра. Вспоминали про раба Муратова, который возводил нашу школу-семилетку, и первого её директора, Панчохина, пришедшего на смену Наумову, и его жену, учительницу мою. А вот о дружке моём Ваньке Жукове Авраамку из мечи не спросил. Видать, запамятовал, позабыл его. А мы всё же с Ванькой-то помирились. Случилось это в тот день, когда провожали уезжавшего из села Наумова, и мы дальше всех бежали в поле за телегой. А спохватившись, остановились, резанули по привычке друг дружку лезвиями пряизлющий глаз. Уж не помню, кто из нас первым схватил другого за руку. Миша, Миша, и чего это мы дерёмся, а? А я не знаю. И я не знаю. Кажись, ты первым меня ударил тогда у школы. Да ты что? Я! Миша, Михаил, и зачем только люди дерутся? Давай с тобой никогда. Ну, шроду не будем драться. Не будем, Вань, никогда не будем. Бывая теперь в родном селе, иду сразу на место, где возвышается обелиск, стрелою ворзившийся в синее небо. Читаю сверху вниз длинный список, выделяя имена моих сверстников, отчего больно сжимается сердце. Раз, другой пробегаю глазами имена павших на войне. Не пропустил ли, не обнаружу ли, наконец, Ваньку Жукова? Нет. Нету, Ваньки. В те годы голодные, когда у Жукова в доме уже не было ни зерна, ни картофеля, ни тыквы, ни свеклы, начал мой дружок наведываться в чужие дворы и пропал без вести. Не замурован ли заживо в чужом заброшенном погребе? Тугой, шершавый и горячий ком протискивается горло, и будто слышу накатывающийся издалека взволнованный, захлебывающийся Ванькин голос. Миш, а Миш, и зачем только люди дерутся? Давай с тобой никогда, ну ж, роду не будем драться, и зачем только люди дерутся? Вы слушали радиопостановку «Трудные годы» по произведениям героя социалистического труда, лауреата государственных премий СССР и РСФСР Михаила Алексеева. Автор инсценировки Виктор Синицын. Режиссер-постановщик, заслуженный артист РСФСР Виктор Сергачев. Редактор Майя Крючкова. Действующие лица и исполнители. Миша, заслуженная артистка РСФСР Наталья Рязанова. Отец Миши, заслуженный артист РСФСР Борис Никифоров. Мать Миши, народная артистка РСФСР Нина Гуляева. Дед Михаил, заслуженный артист РСФСР Виктор Сергачев. Ваня Жуков, заслуженная артистка РСФСР Елена Королева. Отец Вани, заслуженный артист РСФСР Виталий Беляков. Иван Павлович Наумов, заслуженный артист РСФСР Николай Пеньков. Миша Тверсков, заслуженная артистка РСФСР Людмила Гнилова. Гринько Музыкин, заслуженная артистка РСФСР Анна Горюнова. Спиридонов, председатель сельсовета. Артист Сергей Десницкий. Воронин, артист Вячеслав Степанов. Авраам Сергеев, народный артист РСФСР Владимир Кашпур. Яков Соловей, артист Андрей Голиков. Звонарев, артист Геннадий Качкожаров. Дядя Павел, заслуженный артист РСФСР Виктор Петров. Настя, артистка Елена Глебова. Санька, артист Валерий Войтюк. Ленька, артист Петр Смедович. В эпизодах и массовых сценах артисты московских театров. Звукорежиссер, лауреат Государственной премии СССР Борис Жорников. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Музыкальное оформление Юрия Моисеева. Шумовое оформление Петра Бондарева. Звукооператоры Галина Тимченко, Елена Татаринова и Галина Засимова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова